Ну что же, теперь прокатимся. Плодометр поставлен на ноль. Сегодня очень холодно, ночью было около нуля. Батарейки все еще холодные. Посмотрим, насколько их хватит. Сейчас я еду на шести батареях. Не отпускаю педали газа. Подключу седьмую. Упрежение подскакивает, но не выходит за 90 вольт. Когда уходит поверхностный заряд, уже можно ехать и на семи батареях. Это жульничество, но так очень удобно. Жульничество с точки зрения спецификации контроллера. Работы, на которую он был рассчитан. 80 вольт, более 100 ампер. То есть где-то 10 с чем-то киловатт отдает батареи мотору. Движение все время происходит на второй передаче. За исключением редких случаев, когда нужно попытаться разогнаться чуть побольше. Но даже третья передача так много не дает. Максимальная скорость напрямой где-то около 40 с небольшим нить в час. Сейчас выйдем напрямую и попробуем разогнаться чуть побольше. Крейсерская скорость все-таки около 35 миль в час, то есть где-то 50 километров. При этом потребляем 70 ампер. Не спеша катимся, но на некоторых дорогах сзади будет скабливаться пробка. Поэтому стараюсь ездить только там, где есть ограничение скорости. Максимальный разгон. Ток ограничивается контроллером на 200 амперах. Потому что для таких свинцовых батарей это, наверное, разумный максимум. Так, видно. Вот, не переключаясь на третью передачу, максимальная скорость подкрадывается к 40 милям в час. И, как правило, далее я уже машинку не мучаю. Ну, это, в общем-то, достаточно. На основных дорогах в Хиллсбор ограничение 45 миль в час. Поэтому 40 с небольшим это где-то, ну, можно. Все это время можно посмотреть, как чувствуют себя индивидуальные батарейки. В зависимости от того, насколько они хорошо сохранились, видно, что напряжение на них уже выпускается от 11 вольт. Холостое напряжение, тем не менее, поднимается выше 12, и это радует. Сейчас посмотрим, что нам удастся достичь на третьей передаче. Уже 3,7-3,8 мили с момента выезда из дома. Некоторые батарейки начинают уже подсаживаться. 45 миль в час. При общем напряжении 75 вольт. Это значит, что среднее напряжение каждой батареи чуть меньше 11 вольт. Это приемлемо. Ну, вот даже на третьей передаче, пожалуй, 45 миль в час. Это будет максимум. И, конечно же, при этом мне хвост уже начинают смотреть. Хотя и не гудеть, не гонять. Вот что я же что-то такое. Но все равно, уже собирается хвост. Пожалуй, развернуть. Еще один интересный момент, о котором стоит упомянуть, переключение передач. Происходит без сцепления. Достаточно отпустить газ, поскольку у электрического мотора нет холостых оборотов. Третья передача синхронизируется и плавно заходит в передачу. Никогда, не единственного раза, не было хрустым. Именно потому, что у электрического мотора нет холостых оборотов. Свободно вращается. Поэтому сцепление на электромобиле, даже со штатной коробкой передач, я считаю, не обязательно. Я заехал в офис. Запрать кое-что. И обычно я днем оставляю машину около интелских зарядочных станций для электромобилей. Обычные розетки, и к ним подключаешь со своим удлинителем. Их у нас всего две пока, но это только начало. Ну вот, подлежаемся к дому. Под нагрузкой напряжение цепи батареи стало уже ниже 70 вольт. Значит, что среднее напряжение уже падает ниже 10 вольт на каждой батарее, что уже является нижним краем допустимого предела. Поэтому крадемся домой. Удалось проехать 8,3 мили. То есть где-то 14 километров. Сегодня достаточно холодный день, несмотря на солнце. Батарейки теряют по статистике процентов 20 энергии. В теплый солнечный день удалось бы проехать 10 миль вполне. Но для меня это более чем достаточно, поэтому пока что расширять батареечную установку я не планирую. Пожалуй, этот проект останется уже на такой стадии, как сейчас. А дальше будет следующий проект. Почти не видно, но батарейки разбалансированные. Потому что часть из них новая, часть старая. Тахометр пока не работает, а здесь еще есть вольтметр штат. И видно, как напряжение прыгает от поворотников, если нажать тормоз. Но все еще выше красной зоны. Не включая фары, заряда одной батареи хватает на то, чтобы слушать музыку, подогревать сиденье, включать вентиляцию. На этом наша программа заканчивается. 8,7 миль. Последние полмили уже достаточно медленно. И все это за 1000 долларов вложений в электромобиль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...